Для большинства из нас жилье – самая главная материальная ценность, а купленная в кредит недвижимость – ценность двойне. Давайте разберемся, как правильно застраховать свое жилье. Стоит ли раскошедиться на титульное страхование или достаточно имущественного полиса? Сразу оговоримся, что речь пойдет не об ипотечном страховании заемщика, который в большинстве случаев обязательно при оформлении кредита на покупку недвижимости и страхует самого заемщика. Речь пойдет о страховании именно квадратных метров, то есть имущественном виде страхования. Полиса страхования квартиры и домов на рынке представлена великое множество. Застраховать можно практически все – от несущих конструкций, стен, перегородок, балконов и лестниц до внутренней отделки инженерного оборудования и даже имущества в этих стенах – мебели, одежды, техники. Исключение – только находящиеся в квартире наличные деньги, драгоценные металлы, камни, лекарства, продукты питания, растения и животные. Полный перечень того, что можно застраховать, прописан в правилах страхования имущества на сайтах страховых компаний. Там же можно найти информацию о том, от каких рисков можно застраховаться. Имущественные полисы защищают владельцев жилья от наиболее часто возникающих рисков. По статистике это заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, то есть кражи или вандализм. Застраховать можно и гражданскую ответственность собственника. В этом случае, если застрахованная квартира прорвала трубу, то ремонт соседям снизу оплатит страховая компания в пределах лимита по полису. Это базовый набор рисков, так называемых коробочных типовых полисов страхования имущества. Но можно и самостоятельно сконструировать полис, добавив к базовым рискам те, которые посчитаются наиболее актуальными для вашей недвижимости. Например, риск взрыва или стихийного бедствия. Можно застраховать дом от повреждения в результате ураганного ветра или землетрясения, если он расположен в одном из опасных регионов. А от каких-то рисков, напротив, отказаться, потому что вероятность их наступления минимальная. Например, исключить риск повреждения основных конструкций квартиры, перекрытий, дверных проемов и окон. Если дом новый и построен качественно, то с основными конструкциями строения в ближайшее десятилетие, скорее всего, ничего плохого не случится. В правилах страхования конкретной страховой компании можно найти и полный перечень исключений из страховых случаев. К ним относятся, например, порча имущества в результате теракта, военных действий, гражданских волнений или решения властей о сносе незаконно возведенного сооружения по решению суда. Помимо этих, в общем-то, традиционных исключений могут присутствовать и иные, которые применяет конкретный страховщик. Изучить их необходимо до подписания договора со страховой компанией, чтобы потом не ломать голову, почему страховщик отказал в выплате, не посчитав случай страховым. А такие ситуации, к сожалению, нередки. И даже юристы потом разводят руками, ведь страхователь добровольно согласился подписать договор на таких условиях. Полис имущества на страхование недвижимости банки обязательно хотят видеть при оформлении ипотеки. Ведь такой полис защищает кредитную покупку от повреждения или уничтожения. Кроме этого, иногда банки могут предложить еще один вид страховки – полис титульного страхования. Его отличие в том, что он защищает не сами квадратные метры квартиры или дома, а права собственности на них. То есть покрывает риск утраты недвижимого имущества по причинам, независящим от собственника. Например, если суд признает недействительной сделку купли-продажи жилья. Увы, нередки истории, когда продажа квартиры нарушила права несовершеннолетних, наследников, недееспособных родственников или в документы вкралась ошибка, а то и сознательно реализована мошенническая схема. Если сделку признали недействительной, теоретически покупатели-продавец должны вернуть друг другу полученное, то есть деньги и недвижимость. Но существует риск остаться и без денег, и без недвижимости. В этом случае наличие страховки титула позволит не остаться у разбитого корыта, хотя и не со стопроцентной гарантией. Перечень исключений из страховых случаев по таким полисам титульного страхования весьма широк. Например, если событие, приведшее к страховому случаю, возникло до подписания контракта, и страховщик не обязан выплачивать компенсацию. И не всегда формулировки в договорах понятны простому человеку с первого взгляда. А стоимость такого полиса немаленькая, поскольку страховая компания принимает на себя крупный риск. Цена может быть как фиксированной, например, 0,5% стоимости квартиры за один год страхования, так и рассчитанной по плавающей формуле с индивидуальным подходом с учетом периода страхования, стоимости жилья и степени риска. Страховая выплата, как правило, устанавливается в размере рыночной стоимости недвижимости, но не превышает фактических затрат на ее покупку. А страховать недвижимость придется минимум 3 года. В большинстве случаев именно такой срок исковой давности. Хотя если с иском обратиться не сторона договора, а, например, обделенные наследники или несовершеннолетние, то срок может достигать и 10 лет.